В октябре месяце односельчане этого скромного населенного пункта Шатровского района спервые встречали высоких гостей из Санкт-Петербурга, внука и правнука их знаменитого земляка Павла Фитина. О том, что Павел Михайлович был не рядовым разведчиком, в селе Ожогино узнали лишь в 2007 году, когда были рассекречены материалы личного дела. Оказывается, он возглавлял в СССР службу разведки с 1941 по 1946 годы, за которые смог воссоздать 40 зарубежных резидентур и направить в них сотни разведчиков. Сегодня в плане патриотического воспитания есть у нас желание, чтобы изготовить памятную медаль, которая посвящена непосредственно Фитину Павлу Михайловичу, и которой будут награждаться те люди, которые сегодня вносят весомый вклад в военно-патриотическое воспитание. Именно Фитин первым доложил Сталину дату и час, когда Германия собирается начать войну. Встреча потомков Фитина с ветеранами ФСБ Курганской, Челябинской и Тюменской областей, со школьниками, кадетами и жителями села Ожогино состоялась уставшего достопримечательностью мемориального комплекса памяти выдающегося разведчика. К его подножию были возложены цветы и венки. Офицер военно-морского флота, капитан 2-го ранга Андрей Фитин и лейтенант запаса Павел Фитин посадили липы в аллее памяти. Совет ветеранов Ожогинского сельсовета предложил назвать одну из улиц села в честь знаменитого земляка. Был на виду, его все знали, но об этом никто не говорил. Чем он занимался? Вот до поры до времени. Только в последнее время этот вопрос подняли. Я считаю, что это заслуженно, потому что талантливый человек. Я сказал, что он, по сути дела, он разведку возвел в ранг науки, а это действительно наука. Военный журналист из Москвы, в прошлом корреспондент газеты «Красная звезда» Александр Бондаренко, работает в настоящее время над книгой о талантливом разведчике из далекого Зауралья. К 70-летию победы в Великой Отечественной войне серию «Жизнь замечательных людей» пополнит история советского разведчика, знаменитого земляка из зауральского села Ожогина Павла Михайловича Фитина. Тема интереснейшая. Человек замечательный, человек интереснейший, и человек, которого почти никто не знает. Потому что что приходится, когда я говорю знакомым, что я готовлю книгу о Павле Михайловиче Фитине, вопрос какой? А кто это такой? И знаете, как я отвечаю? Советский Шелленберг. А-а-а-а! И всем понятно. То есть, кто такой Вальтер Шелленберг, у нас знают. Кто такой Павел Михайлович Фитин, приходится объяснять. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!